Добрый вечер, Гомель, меня зовут Наталья Волынец, и я приглашаю всех, дорогие друзья, присоединиться к прямому эфиру на телеканале Беларусь4. Напоминаю, телефон нашей студии 342243, вы можете позвонить и стать участником нашей программы. Сегодня у нас в гостях известные гомельские музыканты. Андрей Васильев, руководитель музыкальной студии «Драйв», и Стас Гатилов, руководитель музыкальной группы «Астролябия». Здравствуйте, добрый вечер, обычно мы так вот говорим в этой студии. Мне кажется, что раз у нас в гостях музыканты, гитара и еще, напомню, кахон, пора уже запомнить, вот-вот-вот, то мне кажется, что вечер такой обещает быть не только музыкальным, но еще такой довольно легкий, летний. Вообще, как у вас настроение перед выходными? Настроение перед выходными всегда хорошее. Всегда хорошее настроение. Ну что ж, вы знаете, сегодня же очень главный вообще день для всех белорусов, для всей нашей страны. Вот в эти самые минуты в Минске начинается открытие вторых европейских игр. И вы знаете, вот ближе к десяти, дорогие друзья, начнется вот самая-самая важная часть церемонии открытия. Это всегда все-таки очень красиво, очень торжественно, очень, вы знаете, так незабываемо. И кто-то присоединился к этому важному событию, уже присоединился на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске, кто-то устроился, наверное, дома перед телевизором, перед планшетом, ну а кто-то просто в соседнем баре с друзьями. А многие гомельчане, дорогие друзья, в эти самые минуты отправились к Ледовому дворцу, где все десять дней, пока будут идти европейские игры, будет работать специально созданная фан-зона. Там уже установлен большой экран, где в прямом эфире будут проходить трансляции состязаний и, конечно же, покажут обязательно сегодняшнюю церемонию открытия. Очень интересно узнать, вот что же сейчас происходит на площадке у Ледового. У нас на связи начальник управления спорта и туризма Гомельского облсполкома Денис Езерский. Денис Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые зрители. Мы очень рады слышать вас. Расскажите, пожалуйста, что же сейчас происходит у Ледового дворца, как вообще атмосфера? Ну, атмосфера на самом деле очень радостная. У Ледового дворца много людей, я так вот, мне сложно оцениться, сейчас немножко отошел в тишину, чтобы вас слышать. Но людей много, площадка наполняется, люди продолжают пребывать. Сейчас на сцене идет концерт, который организован Гомельским городским исполнительным комитетом. Выступают творческие коллективы. Очень много активностей, детских активностей. Совсем недавно была представлена программа «Элогизм» среди маленьких деток. Причем в этом году они его сделали костюмированным. Дети в костюмах, на велосипедах, на самокатах, их много. Готовятся к выступлению спортсмены на сцене, национальные коллективы. Очень много активностей. Фото-зон, работает торговля, люди сидят за столиками, отдыхают, ждут. Прямого включения с национального стадиона «Динамо», для того, чтобы вместе со всей страной посмотреть за непосредственно церемонии открытия вторых европейских игр. Денис Владимирович, вы знаете, даже по вашему тону, по вашему настроению понятно, насколько действительно интересно сейчас, волнительно и празднично в Гомеле, в фан-зоне у Ледового дворца. А что будет вообще происходить в фан-зоне в эти выходные и вообще в последующие дни европейских игр? Расскажите нам. Ну, знаете, наверное, не надо так говорить в прямом эфире и приглашать всех телезрителей от телевизоров непосредственно сюда, на площадку, для того, чтобы увидеть, что происходит и что будет происходить. Но на самом деле организаторы постарались сделать так, чтобы все эти дни на протяжении всех игр на фан-зоне города Гомеля было интересно. Мы будем включаться непосредственно на самые интересные старты, на финалы, где будут, в том числе, за медали бороться наши спортсмены в Гомельской области. И я хочу сказать, нас стало на одного спортсмена. Больше уже 31 спортсмен в Гомельской области, сборная по баскетболу, призвала еще одного реччанина в сборную для того, чтобы закрепиться и показать медали. И мы, кстати, сегодня видели блестящее выступление и женской команды, и мужской по баскетболу 3 на 3, поэтому я думаю, что ребята нас очень порадуют своими выступлениями. Поэтому будут включения основных стыковых матчей, где будут, в том числе, и Гомельчане представлены, и, конечно же, финалы. Все это будет сопровождаться концертными номерами, локациями, выступлениями артистов, приглашенных, в том числе, и артистов, которые будут показывать и дарить свое творчество жителям города Гомеля. Поэтому будет работать торговля на протяжении всех 10 дней. И я думаю, что выставка-ярмарка организована в самом поле Ледового дворца. Поэтому люди, которые захотят провести свое время здесь, они найдут каждый по своему вкусу то, что, скажем так, кому что нравится. Спасибо большое. Спасибо. Мы желаем вам хорошего праздника и хороших выходных. Спасибо вам всех тоже с праздником, с праздником вторых европейских игр. Болейте за наших. Конечно. Спасибо большое. Мы желаем удачи нашим спортсменам. Только что на связи с площадки Ледового дворца по телефону у нас был начальник управления спорта и туризма Гомельского областполкома Денис Езерский. Вообще, вот видите, приглашают организаторов в фан-зону разделить этот, в общем-то, праздник вместе. Ребята, ну согласитесь, все-таки такая уникальная возможность не только провести время, а вот в атмосфере какого-то праздника, да, прикоснуться еще. Мы с огромным удовольствием примем участие, будем выступать. Тоже будете участвовать в фан-зоне. Обязательно поддерживать наших спортсменов. Спортсменов, да. Когда, в какие дни будете? Будет принимать участие 26-го числа и 28-го числа. 28-го и 30-го числа мы будем принимать участие. Будем играть, будут участвовать наши музыкальные коллективы с нашей студией Драйв. Поэтому мы всех приглашаем, чтобы поддержать наших спортсменов. Андрей, ну а сами вообще как будете следить за вторыми европейскими играми? Ну обязательно буду следить, во всяком случае за баскетболистами однозначно. Мне очень нравится этот вид спорта. Ну, наверное, буду в соцсетях рассматривать, наверное, какие-то группы. По-любому должны быть отчеты какие-то. А вот, Стас, интересно, вот вы так вот призадумались. Вы вообще к спорту имеете какое-то отношение? Вам интересно вообще это? Честно говоря, прямого отношения, естественно, я не имею, потому что музыка и спорт. Ну, ладно, спорный вопрос, это мы оставим в стороне. Но в целом, конечно, события, я считаю, грандиозные, естественно, конечно же. Поэтому, да, буду просматривать, интересоваться, сколько медалей, потому что это моя страна. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы мы, наши спортсмены, показали себя хорошо там. У нас хорошая возможность сейчас пожелать нашим спортсменам удачи. Ребят, вот желаем, желаем удачи. Да, да, и музыкальные инструменты даже присоединяются. Отлично. Ну что ж, кстати, вот на первых европейских играх, которые прошли в Баку в 2015 году, если кто не знает, дорогие друзья, сборная Беларуси показала очень высокие результаты, заняв в общем медальном зачете седьмое место. Наш спортсмен тогда завоевали 43 медали, из них 10 золотых. Так что, действительно, самое время пожелать удачи нашим белорусским спортсменам. Кстати, Гомельский музей истории и фотографий специально ко вторым европейским играм, дорогие друзья, открыл удивительную выставку, фото-выставку «Закулисье побед». Вот такое вот, действительно, очень символичное название. Это, на самом деле, персональный проект фотографа Евгения Змушко. На выставке представлено 30 работ, на которых изображены тренировки гимнасток. Вот согласитесь, это всегда очень интересно увидеть закулисную жизнь соревнований. Ведь зачастую мы видим только конечный результат, совершенно не представляю, сколько всего приходится пройти спортсмену по этому пути к победе и к медали. Кстати, прямо сейчас мы разыгрываем билеты в музей истории. Итак, у нас конкурс традиционно. Напоминаю условия. По телефону 34 22 43 можно позвонить в студию и высказать свой вариант, предложить ответы на вопрос конкурса. Итак, раз мы говорим про вторые Олимпийские игры, сколько белорусских спортсменов? Вот если вы внимательны, дорогие друзья, вы должны знать, потому что везде об этом говорят и показывают, сколько же белорусских спортсменов участвует во вторых Олимпийских играх. 34 22 43. Мы ждем ваши варианты ответа. После рекламы будет обязательно легкая музыка и все подробности, другие подробности культурной гомельщины на ближайшие дни. В моем бокале вина, но она теперь крепче вина. Мы далеко, я один на один с собой, ты не одна. Застыли минуты в часах, остыли слова на губах твоих. Иду день за днем мы с тобою вдвоем, только в призрачных снах. Может, скажешь, как мне быть, как мне поворотить себя, убедить, что все само собой. Я хотел бы снова жить, я бы рада опять идти, только часть меня ищу с тобою. Знакомые номера, не мираж, это просто игра. Затерянные голоса в проводах, теперь лишь тишина одна. Бесликие окна твои, последний глоток на бои. С тобой мы добили давно в этом мире кино, видно, я сужден нам, но, может, скажешь, как мне быть, как мне поворотить себя, убедить, что все само собой. Я хотел бы снова жить, я бы рад опять идти, только часть меня еще. Ну, может, скажешь, как мне быть, как мне поворотить себя, убедить, что все само собой. Я хотел бы снова жить, я бы рада опять идти, только часть меня еще с тобою. Может, скажешь, как мне быть, как мне поворотить себя, убедить, что все само собой. Я хотел бы снова жить, я бы рада опять идти, только часть меня еще с тобою. С тобою. Дорогие друзья, Стас Гатилов, Андрей Васильев на Добром Вечере. У нас часто появляются музыканты, так эмоционально. Давно не было, по крайней мере. Да, в пятницу, спасибо вам, ребята, действительно здорово, очень здорово. Группа Астролябия. Да. Что такое Астролябия? Вот для тех, кто не знает, для меня лично. Это древний астрономический такой прибор. Ну, вообще, на самом деле, очень слово красивое. Мне оно очень понравилось. А вы тут при чем? С музыкой? Нет, ну, на самом деле, оно переводится, то есть, да, с греческого языка, то есть, латинского, я уже не помню, переводится как берущие звезды, по-моему. Поэтому... Красиво. Это красиво, к музыке, я считаю, к музыкантам это приемлемо. Подождите, все, каждое название должно иметь под себе какую-то четкую позицию. Вы звезды уже хватаете с ними? А, ну, посмотрите. Хватает, хватает, поверьте мне. Музыка, да, музыканты, звезды, ну, это как-то так, мне кажется, это совместимо. Ну, так, по крайней мере. Вообще, красивое слово, Астролябия. Ну, и само слово очень необычное, да, потому что найти название для группы, на самом деле, это очень тяжело, потому что все... Это большая удача, если находишься. Оно необычное, оно немножко странновато, я согласен, так немножко звучит странно. А где вообще выступает сегодня группа Астролябия? Вообще, в целом, да много где. Ну, вообще, мы как кавер-бенд тоже действующий, поэтому мы играем в различных заведениях, которые вот у нас есть, и чисто пивной, ну, много где, в общем. Вот, и... А так, если, например, мы играем в сольные какие-то концерты, потому что у нас есть песни собственного сочинения, то в квартирнике часто у нас замечательные. Но только что была песня вашего сочинения. Да, это моя песня, я написал музыку, по словам, он помог мне написать мой товарищ Олег Луференко. Ну, песня моя, да. Да, песня такая личная и очень эмоциональная, повторюсь. Кстати, ребят, вы знаете, у нас есть такая добрая традиция. По пятницам, вот в прямом эфире наши гости, они делятся какими-то, ну, своими сокровенными планами на выходные дни. Расскажите, да, что у вас в планах на эту 30-ти градусную жару, Андрей? Ну, у меня однозначно это бассейн. У нас у родителей стоит бассейн на газоне. Вы так вот, чтобы сейчас все позавидовали. Да, потому что без бассейна в такую жару это просто невозможно. Ну, а так, может быть, даже что-нибудь, барбекю, шашлык. Отлично, а у вас? Ну, наверное, да, я думаю, что на дачу к родителям обязательно надо сходить, потому что свежий воздух, шашлычок вечером, да, это прекрасно. Ну, конечно, холодненький квасок, например, это тоже прекрасно. Ну, кстати, будьте очень аккуратны. Дело в том, что по информации Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии, дорогие друзья, вот на некоторых пляжах Гомеля купание уже запрещено. Например, на пляже Каскад-2 по улице Петрусябровки, это что со стороны улицы Сверидова, пробы воды не соответствуют по микробиологическим показателям. Купаться на этом пляже запрещено и взрослым, и детям, имейте в виду. А вот на пляжах Прутковский, Волотовской, Каскад-1, это который расположен вот со стороны Каменщикова, эпидемиологи не рекомендуют купаться детям. То есть ограничено купание, но только детям. Зато вполне соответствует всем показаниям. Такие пляжи в Гомеле, как Новобелецкий, Центральный, Любинский, Роповский и Западный. Есть еще одна, дорогие друзья, важная информация. В субботу и воскресенье, а также в понедельник, в Гомеле возле Ледового дворца будет проходить также республиканская универсальная ярмарка «Летний ценопад». Организатор ярмарки Гомельское отделение БелТПП приглашает гомельчан и гостей города за покупками по сниженным ценам. Кстати, на ярмарке будут представлены работы более 50 ремесленников, а также открыты летние кафе с барбекю. Вот что интересно, тут уже прозвучало слово барбекю, лето, шашлык, барбекю, без этого никуда, вот холодный квас, бассейн, поделись каким-то репидецептом интересным, только интересным, необычным, может быть. Да, шашлык как? Музыкально, может быть, для того, чтобы мясо лучше всего мариновалось, нужно взять гитару, точнее стаса с гитарой. И какая-то должна быть соответствующая этому позиции? Да, посадить его возле миски. Блюзки, говорят, особенно размягчает, хорошо, ясно. Ну, намекните нам что-нибудь сейчас. Блюзовое что-нибудь, да. О, это хорошо баранину готовить. Да, баранину. Не, ну я, например, рыбу люблю, под рыбу что? А, что можно под рыбу? Да, как будет лучше мариноваться? Ну, это только карп какой-нибудь. Здорово. Спасибо большое. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в прямом эфире на Добром Вечере у нас в гостях, мы вот так отстроим планы на выходные, у нас в гостях музыканты, это Андрей Васильев и Стас Гатилов. Кстати, теперь поговорим о концертах. Когда вообще ближайшие концерты будут? Я знаю, что у вас совместные концерты планируются. Ну, начнем со студии Драйв, вот, Андрей. Да, с удовольствием расскажу. Какие вообще планы на лето, да, расскажи. На лето очень большие планы. Как и в прошлом году, в этом году у нас очень много летних открытых концертов. У нас уже вот в это воскресенье, приглашаю всех, 23-го числа на набережную к памятнику нашему Радимичу. То есть у нас в парке? Да. Так. Значит, мы будем проводить от нашей студии концерт, который называется Муздрайфест. На нем будут выступать участники нашей студии и наши друзья, музыканты, наши гомельские группы. Во сколько это начало будет? Начало будет в 18.00. Пускай люди зайдут, значит, в соцсети к нам, посмотрят. Афиши есть, расписание есть. Что надо, что хочу сказать по поводу Муздрайфеста, что этот концерт стал для нас таким традиционным. В прошлом году мы сделали один концерт. Это летний такой. Летний концерт, да, на открытой площадке. Значит, мы сделали один концерт. Второй концерт уже позвали, так сказать, наши поклонники нашего творчества, нашей студии. Это самое важное. Да, позвали, давайте еще делать летний концерт. Мы сделали второй концерт. И туда же третий концерт. А в этом году мы тоже решили продолжить эту традицию. Это уже будет четвертый, пятый, шестой. Значит, мы встречаемся каждый летний месяц, каждое третье воскресенье. Значит, каждое третье воскресенье, июня, июля и августа мы можем ждать летние концерты на набережной вечером. Да. Стас, я знаю, тоже принимает участие? В прошлом году обязательно с нами принимал, и в этом году, да, тоже будет. С огромным удовольствием. Потому что, мало того, что это заряд эмоциональный, потому что музыкант потрясающе совершенно собирается. Вот. Это атмосфера особенная, это своеобразная тусовка музыкальная. Это непередаваемый сламп. Летний, лето, лето. Люди это чувствуют, люди приходят и чувствуют, потому что, ну, таких концертов мало. И то, что вот Андрей делает, это по-настоящему хорошо. Ну, Стас, давайте мы, давайте вот обратим еще внимание зрителей, что это концерты, скажем так, социальные, они совершенно бесплатные. Совершенно бесплатные. Конечно, в этом-то вся фишка. Да, наша студия Drive, все концерты, которые делает, они практически бесплатные. За исключением, может быть, такие места, где концертные залы просто обязаны делать билеты, но эта цена такая минимальная. Ну, вы знаете, в любом случае, то, что делает, то, что вообще, все, что хорошего же делается в жизни, как вот я считаю, по моим наблюдениям, как правило, делается на голом энтузиазме. Это движет прогресс, движет все вперед, потому что, когда начинаются деньги, начинаются какие-то вещи, вот такого плана творчества... Ну, давайте, давайте вот немножко ложку, ну, не дег, ты даже, ну, может, не так, но многие зрители сейчас задаются вопросом, живете вы на что? А, вот, Стас, на что вы живете? Нет, ну, я работаю инженером по наладке медоборудования в ГУР, НПЦ, РМ и ОЧ. А, подождите, у вас есть нормальная специальность, работа, а музыка, это, наверное, что-то другое. Ну, получается, как хобби, да, если так уж. Ну, что себе хобби, да. Хотя он занимает большую часть моей жизни, если честно, да. Вот, видите как, ну, главное, что теперь мы успокоились, вы имеете зарплату, не только на голом энтузиазме, а то уже, знаете... Что касается просто, что касается творческих особенно вот таких вот вещей, здесь очень важно, чтобы был внутренний такой вот двигатель, чтобы ты хотел что-то делать. Когда ты заряжен только на то, чтобы зарабатывать деньги, ничего хорошего не получится. Вы посмотрите, все выдающиеся группы какие-то, выдающиеся музыкальные проекты, если они живут больше 20 лет, больше 10-20 лет, как правило, это делалось от сердца всегда, от души. Музыка идет, она должна идти от души. Когда это поставлено на денежный какой-то вот фундамент, это быстро заканчивает. Быстро заканчивается. Андрей, почему вы раньше не привели на нашу программу Стаса? Я вообще удивляюсь, что... Да, я... Да, удивляюсь, что такие вот профессионалы, такие удивительные музыканты есть у нас, а мы о них так мало знаем. Кстати, я так понимаю, что вы сотрудничаете вместе, какие-то у вас есть какие-то еще совместные проекты, там, драйв, астралягию? Сейчас мы готовим от музыкальной студии драйв, мы будем готовить мастер-класс по гитаре Стаса. Ну, я думаю, что мы, наверное, через месяц-полтора, наверное, где-то так тоже следите за афишами. Рассказывайте, мы расскажем зрителям об этом. Это будет мастер-класс по гитаре, будет очень интересно, приглашаю всех любителей гитары, обязательно приходите, следите за афишами. А так Стас очень часто с нами выступает. Вот мы даже готовили, в апреле месяце у нас был джазовый концерт, в апреле, да, по-моему? Да, по-моему, в музыкальный колледж искусств Соколовского, и Стас тоже принимал участие там. Да, я всегда с огромной радостью принимаю все концерты, участие, потому что это и опыт, и я просто балдею. Да, а мы, в свою очередь, нам очень нравится, когда Стас приходит, потому что Стас всегда профессионален, всегда интересен и всегда энергичен. Если, значит, как я составляю программу концерта? Я составляю так, значит, в начале должно быть спокойно, а в середине должно быть то-то. А в концерт Стаса? А здесь я вставляю Стаса, чтобы он публику зарядил энергией. У вас получается это очень хорошо. Кстати, а что за история с Китаем? Я знаю, что вы уезжаете скоро именно не просто там удивлять, развлекать, а именно на какой-то конкурс, по-моему, в Китае. Один из музыкальных коллективов студии Drive, группа Старый Фольварок, будет принимать участие, едет в Китай. Вы представлять Беларусь будете, я так понимаю? Да, мы будем представлять Беларусь на фестивале этнокультур в Китае, в город Чинду. Ну, смотрите, да, потому что сегодня мы за беларусов, за спортсменов болеем, ну и за вас тоже будем очень-очень переживать. Спасибо, мы будем стараться. Кстати, возвращаясь к благотворительности, хотелось бы рассказать про еще одно интересное мероприятие. Дорогие друзья, в воскресенье 23 июня в 18.30 в Тимтеатре состоится первое сольное выступление такого, может быть, не совсем известного Гомельского театра ЭТЭА. Артисты эмотивного театра ассоциации, который творит при благотворительном центре «Меридиан надежды», подготовили очень душевную и насыщенную программу под названием «В поисках счастья». Вы знаете, уникальность этого проекта в том, что все деньги, которые будут выручены от билетов на спектакль, они будут перечислены на счет маммологического отделения Гомельского онкологического диспансера. Так что, мне кажется, неплохой культурный досуг и такой, знаете, очень полезный. В это воскресенье, напоминаю, 23 июня в 18.30 в Тимтеатре первое сольное выступление Гомельского театра ЭТЭА. Есть сообщение от наших зрителей в Вайбере о том, как собираются гомельчане следить за европейскими играми. Итак, Руслан сообщает. Верю в наших спортсменов. Как же можно не верить нашего боксера Максима Кожарского? Только победа. Жду золотую медаль от наших боксеров. Ну что ж, мы желаем боксерам и не только, да, но золотых желать на золотых медалей. И Артем сообщает, что на европейские игры обязательно поедет в Минск, но на вторую часть соревнований. Ольга считает, что очень важно, что во время вторых европейских игр можно будет выполнить и олимпийские нормативы. Анна сообщает, что будет в фан-зоне смотреть за играми. Хорошая вообще идея считает организовать подобные площадки с большими экранами и культурной программой. Ну, любят люди у нас не только спорт, но и когда это все еще красиво празднично оформлено. Ну, а Оксана считает, что это очень здорово, что вот получился такой праздник, как европейские игры. Ну и, конечно же, удачи, удачи нашим спортсменам и очень ждет стрельбу из лука. Дорогие друзья, для тех, кто вот включил телевизор чуть позже, напомню, остаются очень считанные просто минуты вот до самого-самого торжественного момента открытия одного из самых главных спортивных событий не только нашей страны, но все-таки целого континента. Те, у кого не получится посетить вторые европейские игры, смогут все-таки стать их неотъемлемой частью, находясь в Гомеле. Напоминаю, что с сегодняшнего дня в областном центре на площадке у Людового дворца работает фан-зона. 300 посадочных мест, экран размером 7 на 4 метра. И сегодня, в день церемонии открытия посетителей фан-зоны, ждет самый большой концерт с участием белорусских звезд. Кстати, по данным Управления спорта и туризма Гомельского облсполкома на Гомельщине, разработали в этом году 15 новых туристических маршрутов специально ко вторым европейским играм. Ровно столько, сколько будет представлено видов спорта. Вот мы с вами спорили, да, вот на этих играх. Всего же в нашем регионе, дорогие друзья, предлагают сегодня более 140 туристических маршрутов. Вот готовы ли наши туристические вообще объекты встречать иностранных гостей? Давайте узнаем. У нас на связи усадьба Козел-Поклевских, это одно из самых популярных мест у туристов. Кстати, там как раз встречали пламя мира на днях, пламя мира вторых европейских игр. Скажите, Мария Ткачеву есть у нас на связи? А, ну что ж, тогда давайте мы прервемся на рекламу, и что-то не получается звонком, и попробуем еще раз дозвониться в Красный берег. Итак, реклама. Мы продолжаем прямой эфир, дорогие друзья, это программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Готовимся к европейским играм, и не только, готовимся к интересным выходным. Напомню, до рекламы мы говорили о том, что на Гомельщине специально ко вторым европейским играм было разработано 15 новых туристических маршрутов. Вот готовы ли вообще наши туристические объекты встречать иностранных гостей? Узнаем из телефонного звонка. У нас на связи Мария Ткачева, старшинаучный сотрудник Жлобинского, историко-краеведческого музея филиала «Красный берег». Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Мы очень рады слышать вас в прямом эфире. Ну, мы сегодня всех поздравляем с началом вторых европейских игр. Желаем нашим спортсменам удачи. У вас есть такая же возможность, пользуясь эфиром. Спасибо большое. Я присоединяюсь к поздравлению. Желаю удачи. Спасибо. Мария, ну, расскажите, готова ли вообще усадьба Козел-Поклевских и вообще в Жлобине готова к встрече иностранных туристов? И вообще, насколько популярен вот этот маршрут у наших гостей? Спасибо за вопрос. Наш музейный комплекс вызывает интерес не только у своих родных, жителей Гомельской области, жителей республики, но и у иностранных туристов. Если говорить о географии, то это Россия, Германия, Израиль, Италия, Китай, Избекистана, 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 Франции и другие. Надо сказать, что сотрудникам музея достаточно часто доводится встречать и высоких гостей. Это обязывает всегда быть в тонусе, и мы искренне рады всем любознательным, любящим историю посетителям и всегда готовы их принять. Скажите, пожалуйста, а чем вообще примечательен этот белорусский объект, расположенный вот в деревне Красный Берег? Комплекс Красный Берег, внесенный в список наследия республики Беларусь, уникален. Во-первых, его отличает очень высокая степень исторической сохранности, аутентики. Во-вторых, привлекает разнообразие и великолепие архитектурных стилей. Это Иракоколь, Бароко, Романский. Усадьба Красного Берега – это единственная, подчеркиваю, единственная белорусская усадьба, в оформлении которой использовался редкий арабский стиль Альгамбра. Но причудливое оформление интерьера под двумя предметами 18-19 веков внес прошлое. Для людей, которые интересуются мистикой, своя изюминка. Усадьба большое количество оберегов, горголий, маскароны, гепмини... Усадьба Красного Берега с точностью подтверждает выражение «Беларусь – земля под белыми крылыми», потому что рядом с усадебным домом живут айсти, символ мира, добра и счастья». Но в целом комплекс Красный Берега, кроме перечисленного, включили все единственное в постсоветском пространстве мемориал детям, жертвам войны, посвященный памяти всех детей, с надоли которых выпала война. Спасибо большое, Мария. Расскажите нам, пожалуйста, в эти выходные, как работает музей, усадьба? Мы с удовольствием ждем всех гостей. Приезжайте. Музей работает с 8 до 17.00 без обеда. Спасибо вам, хороших вам выходных, побольше гостей, иностранных в том числе. Мария Ткачева, старший научный сотрудник Жлобинского историко-краеведческого музея филиала «Красный Берег», только что была у нас на прямой телефонной связи. Кто-нибудь из вас был? Нет. Я еще не был. Нет, я тоже не был. Действительно, на самом деле, уникальное место, и вы бы слышали, как о нем рассказывают сами экскурсоводы и люди, которые там побывали. Это действительно очень красиво. И вот элемент мистики, я думаю, заинтересует очень многих. Ну, вы знаете, вот наши зрители просят, просят, чтобы вы еще что-нибудь исполнили. Андрей, Стас, вы готовы? С огромным удовольствием. А что будем петь? Будет моя авторская песня, которая называется «Не так, как хотелось». Давно в плену пустых снов, и надо все сказать, только нет слов. Проходят дни, зачем лгать? Мне самому себе надо дать знать. Остановись у поход, пока не очень сильный водоворот. Успеть забыть, вперед шаг, только время мне враг. Может кто-то знает, зачем так тянет меня магнитом Тебе слишком много правил. Любовь решает не так, как хотелось бы мне. Я теряю время, ловлю, когда-то не бегу, выбиваясь из сил. Неприступные стены, но знаешь, я никогда ни о чем не просил. Уаппу, 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 уаппу. Уаппу, 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 уаппу. Овновлено пустых снов, и надо все сказать, только нет слов. Проходят дни, зачем лгать? Мне самому себе надо так знать Остались у погон Пока не очень сильный водоворот Успеть забыть, вперед шаг Только время мне, время мне враг Может кто-то знает, зачем так тянет меня Могни на тебе Слишком много правил Любовь решает не так, как хотелось бы мне Я теряю время, лоплю, когда не бегу Выбиваясь из своего неприступной стены Но знаешь, я никогда ни о чем не просил Может кто-то знает, зачем так тянет меня Могни на тебе Слишком много правил Любовь решает не так, как хотелось бы мне Я теряю время, лоплю, когда не бегу Выбиваясь из своего неприступной стены Но знаешь, я никогда ни о чем не просил Не просил Дорогие друзья, Стас Гатилов, Андрей Васильев Передача Добрый вечер Телеканал Беларусь 4 Пятница, я не знаю, что может быть еще лучше Да, спасибо, ребята Это действительно очень-очень здорово Я хочу напомнить, что основная цель Сегодняшнего эфира это рассказать о самых интересных мероприятиях Которые планируются на Гомельщине в ближайшие дни Кстати, в выходные можно отправиться на выставку Национальных костюмов жителей Полесья Выставка проходит в Гомеле Это национальные костюмы Прутковского строя Конца 19-начала 20-го века Выставка называется «Глубина души народной» И проходит она в выставочном зале Гомельского областного центра народного творчества Эти экспонаты на самом деле прибыли в областной центр Из Прутковского сельского дома культуры В экспозиции такие ежедневные, праздничные будут Комплекты женской, мужской одежды В общем, понять можно будет на этой выставке Как жили наши предки Как жило население Полесья Ну а заглянуть в глубины у души народной Можно будет до 17 июля Кстати, о выставках Часто ли вообще, ребят, посещаете выставки, музеи? Только честно и откровенно Ну, честно говоря, нет Вот, для чего мы, в принципе, приглашаем У меня все наоборот Я как раз таки часто бываю Вот, надеемся, что Стас изменит свое мнение после нашей программы Дело в том, что вот на Гомельщине дан старт мероприятиям Посвященным 110-летию известного советского дипломата Уроженца Ветковского района Андрея Громыка Дорогие друзья, в этом году отмечаем 110-летие Со дня рождения этого выдающегося политика Этот человек, он прославил Гомельщину далеко за ее пределами И память о нем все-таки живая сегодня И вот в музее Гомельского дворцово-паркового ансамбля Сегодня можно многое узнать о судьбе О привычках нашего выдающегося земляка Там есть и книги, и документы Есть мебель из рабочего кабинета В общем, личные вещи дипломата Которые были переданы, кстати, в наш музей его детьми Но и это еще не все В эти дни в Москве в деловом и культурном комплексе Состоялось открытие выставки Громыка Выдающийся дипломат 20 века Наши музейные работники привезли И в Москву очень редкие экспонаты Из музейного собрания Гомельского дворцово-паркового ансамбля Там есть копии тоже фотографий Есть авторские книги Есть личные вещи Громыка Которые, скажем так, принадлежат только нашему музею Вот такое интересное событие Очень хотелось поделиться этой информацией с нашими зрителями Так что выставки, это действительно, мне кажется, очень-очень полезно А еще мы все время говорим о нашей передаче Там прохладно В музее и в театре довольно прохладно В театре, я так понимаю, тоже Стас Ну я не часто бываю, скажем, я люблю театр Мне нравится вообще игра актеров И вообще с всей действием мне очень импонирует Но, к сожалению, не часто там бываю Мне кажется, что, ребята, вот именно вам почему-то, мне кажется, будет очень интересна постановка Горина «Забытики Растрата» Это интересный спектакль должен быть Дело в том, что только что прошла первая премьера на сцене областного драматического театра У нас в прошлой программе были режиссеры, актеры этого спектакля Очень много интересного рассказывали Даже вот афиша просто удивляет Это очень интересная должна быть постановка И сам спектакль Григория Горина Такой своеобразный О том, стоит ли забывать зло Стоит ли забывать злодеев Я не думаю, что там она будет слишком философская Но, в принципе, сама собираюсь ходить Сегодня, вот видите, прямой эфир На премьеру не попало Но, дорогие друзья, в ближайшую субботу и воскресенье 22-го и 23-го на сцене областного драматического театра «Забыть Герастрата» Причем так интересно расставлены Припинание, да, необычно, не так, как у Горина Я думаю, это действительно заинтересует многих Есть о чем подумать Итак, есть еще Гомельский молодежный театр Он в эти дни также готовит премьеру К закрытию 27-го театрального сезона Это будет сатиристическая комедия «Урод» По пьесе немецкого драматурга Мариуса фон Майембурга Вот, театр предлагает на этот раз поговорить О проблемах сегодняшнего общества В котором вводятся в культ плакаты Возвратная красота, успешность А вот сам человек иногда сведен к роли товара В общем, ждем премьеру в первой половине июля Да, и мне кажется, у Стас появятся обязательно новые песни После подобных спектаклей У меня нужно о спорте пояснить О спорте это однозначно, конечно Так, вообще закрывает сезон и Гомельские городские оркестры По традиции к этому мероприятию готовится очень большой концерт Мне подсказывают, что у нас на связи Мурата Суил Главный дирижер Гомельского симфонического оркестра Давайте послушаем, как вообще отработали наши оркестры в этом сезоне Мурат, добрый вечер Здравствуйте, Анатолия Очень рада слышать вас в прямом эфире Я знаю, что вы сейчас в Минске находитесь Поближе к европейским играм, да, наверное? Да, да, я... Ну, если сказать, что не в эпицентре То, наверное, в двух километрах точно Я представляю, что там... Я представляю, как там действительно сейчас весь Минска кипит Но, Мурат, мы вам звоним по другому поводу Расскажите, пожалуйста, как отработали вообще этот сезон городские оркестры И какое закрытие планируете? Вы знаете, ну, если не сказать, что такое же эпичное, как вторые европейские игры Но приблизительно В этом году у нас прошел юбилей симфонического оркестра Мы сыграли три масштабных концерта на форуме классической музыки в декабре У нас был замечательный концерт с братьями-колдунами И вот мы подходим к завершению сезона С таким тоже непростым для оркестра проектом Достаточно масштабным концертом оперных увертюр Необычно Опер много Много разной музыки При том, что чем она интересна Это то, что в овертюрах обычно квинтерсенция такая Разные мотивы, которые проходят в опере Поэтому это такой микс, будем так говорить Микс самых популярных тем из оперы Помещенных где-то в 3-4 минуты И много интересной музыки И волшебная сеть И свадьба Фигара Моцарта И Эггмонта Бетховена И Травиата И Набу Козер И поэтому у зрителей услышат много красивой Достаточно популярной классической музыки Давайте напомним еще раз Когда будет концерт Когда он состоится в Гомеле Концерт состоится 26 числа Это у нас будет передач В концертном зале колледжа искусства имени Стра Федоровича Соколовского на советской И-18 Мурат, ну хотелось бы узнать Как вообще планируете отдыхать? Какие планы на лето? Отдыхать буду, планируя следующий сезон Скорее всего я никуда не уеду, не поеду Буду отдыхать в Беларуси Везде рекламируют наш отечественный отдых Поэтому в этом году буду стараться находить уютные места у нас А скажите, пожалуйста, когда у нас начнется Когда вообще запланировано открытие следующего концертного сезона? Это сентябрь, октябрь? Сентябрь, в сентябре уже мы У нас будет первый концерт На который всех приглашаю Особенно юных слушателей Потому что 18 сентября Симфонический оркестр сыграет новую программу Мы так немножко разнообразили наш саундтрековый репертуар Это будут саундтреки Кит Которые у нас состоятся 18 сентября Для наших юных слушателей Будет музыка из мультфильмов Известных мультфильмов И волк диснеевских и наших советских Ну что ж, мы вас ждем в сентябре Приходите в эту студию И рассказывайте действительно о том, что будет интересного Спасибо, мы всегда рады вас слышать Видеть, дорогие друзья Главный дирижер Гомельского симфонического оркестра Мурат Асуил только что был у нас на связи Спасибо, хороших выходных Ну что ж, я бы хотела еще прочитать Несколько сообщений от наших зрителей О том, как гомельчане будут следить за европейскими играми Но перед этим, дорогие друзья Хочу напомнить вопрос нашего конкурса Итак, сколько белорусских спортсменов Будет участвовать Уже участвуют во вторых европейских играх Разыграем сегодня пригласительный билет На двух человек В музей истории и фотографии В музей истории Гомеля и фотографии Где сейчас открылась действительно уникальная выставка Как раз таки посвященная вторым европейским играм О том, как спортсмен, скажем так Идет, проходит этот путь к победам, к медалям Действительно сложный путь спортивных достижений Итак, сообщаю вам, читаю для всех Что пишет Татьяна На выходные всей семьей фан-зону к Ледовому дворцу собираются Дальше Виктор Очень надеется, что наши боксеры привезут весь комплект медали Виктор, мы тоже на это очень рассчитываем А вот Вела Гомель болеет за белорусских велосипедистов Сообщает нам Кирилл, кто бы, кстати говоря, сомневался Да, вот велосипедисты тоже должны победить Светлана будет смотреть греблю Пусть победит сильнейший, пишет наша телезрительница И очень надеется, Светлана, что Роман Петрушенко выложится на все 100% Победы, победы и только победы Тарас сообщает, что будет смотреть обязательно пляжный футбол Руслана сообщает, что едут на выходные в Минск на европейские игры Говорят, кстати, там в Минск сейчас большие скидки по этому поводу Да, тоже хороший повод А Наталья сообщает, что вся семья будет переживать за нашу Марию Маманчук Ждем золото, мы тоже за Марию будем очень переживать Это наша гомельская спортсменка, конечно же Юрий будет смотреть соревнования по телевизору Юрий, поверьте, я тоже Я тоже буду смотреть соревнования по телевизору Я очень люблю смотреть Олимпиаду Я обожаю смотреть футбол Но только дома, на диване В окружении своей семьи Ну, у каждого свое, правильно? Кстати, для тех, дорогие друзья, кто только что включил телевизор Я напоминаю, вот у кого не получится посидеть Вторые европейские игры в Минске Смогут стать их неотъемлемой частью Конечно же, находясь в Гомеле сегодняшнего дня В областном центре на площадке у Ледового дворца Работает фан-зона Еще раз напоминаю, 300 посадочных мест Экран огромный размером 7 на 4 метра Ну, а сегодня, вот в день церемонии открытия посетителей Фан-зоны ждет самый большой концерт И, кстати, в 22 часа начнется прямая трансляция Торжественного открытия из Минска Мне подскажут, что у нас есть телефонный звонок Будем надеяться, что это победитель нашего конкурса Не хотелось бы, чтобы сегодня приз наш остался без владельца Добрый вечер, вы в прямом эфире Добрый вечер Да, добрый вечер, как вас зовут? Давайте мы с вами познакомимся Зовут Александр Александр, вы скажете, будете следить за европейскими играми? Если да, то где? Конечно, обязательно буду следить Даже следил, когда пропегал огонь через номерского пола Это было очень приятно нас ждать наших спортсменов Ну, вы чувствуете... И в Минске, и в Минске Александр, вы чувствуете какую-то, не знаю, гордость за то, что в Беларуси, в Минске проходят европейские игры? Конечно Это же такое событие, которое не часто проводится Впервые? Не везде, да Ну что ж, тогда вы имеете возможность выиграть сейчас в нашем конкурсе Напоминаю, билеты в Музей истории фотографии На выставку фотографий за кулисье побед разыгрываем сейчас Итак, сколько белорусских спортсменов участвует во вторых европейских играх? Вот по официальной информации Какое ваше число? От гомельской области, по-моему, 30 спортсменов участвует Это гомельских? А белорусских? Да А белорусских, там, да, так, 221 спортсменов Правильно, вот хорошо подготовился человек А за какой вид спорта вообще будете болеть на европейских играх, Александр? Даже, даже не знаю, за что Наверное, за три спортсменов За Беларусь, да? В общем, за Беларусь Ну что ж, спасибо вам большое Вы наш победитель Поздравляем вас с победой в конкурсе Ну а нашим спортсменам Желаем победы Вот на такой вот нашей маленькой И все-таки такой огромной, огромной олимпиаде Под названием «Вторые европейские игры» Вы знаете, дорогие друзья У нас есть пожелания от зрителей Очень хотят послушать еще раз С огромным удовольствием Наших музыкантов Передача заканчивается Но есть еще пару минут и для песни Для еще одной важной информации Так что оставайтесь с нами «Вторые европейские игры» Подписывайтесь на наш канал «Вторые европейские игры» Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон»